Под эту классную музыку я хочу сказать вам, что я нашел жилье за тысячу рублей. И это я не торговался. Но что-то я устал торговаться, поэтому я не стал его дожимать, потому что жилье неплохое. О, как раз я искал тебя и здесь, и там. Панорамы. Вот двуспальная кровать с окном. Потом диван раскладывающийся двухместный. Вот такая панорама. Здесь окно. На пальмы вид. И там чуть-чуть вдалеке видно море. То есть, считайте номер с видом на море. Давайте показать. Там вот море. Телевизор. Такая вот люстра красивая. Там вторая комнатка. Вот кухонка. Столик, где можно посидеть. И шкаф. Можно хранить свои вещи. И туалет. Такая вот красивая плитка. Сейчас включу свет. Душ. Вот душ. К нам зашел кошак. Это царский кот. Он опять зашел. Да. Он живет у нас в номере. Проходит через открытую дверь. Он приходит как к себе домой. Видите, какой красивый. Его имя царь, да? Да. Царь. Очень, Мишин. Он очень богат. Да, румыкает. Когда его гладишь, он начинает румыкает. Ага. И хороший. Он сейчас твоего зайку всего сгрызет. Ричи, Ричи, Ричи. Такой хороший пес. Кто меня кусает? Кто руку-то мою прикусил? Здесь у нас кухня. Так. Что ты готовишь? Пашку. Классная кухня. Плита рабочая. Такое, свои спички надо. В помещении не курить. Здесь нельзя курить. Видно море. Видно море. Ричи, а что ты по газонам ходишь, а? Ричи, ты куда полез? Там кактусы колючие. Да. Вот такой толстый пес. Такой толстый пес. Такой толстый пес. Надо посидеть на берегу. Что мне нравится в Гурзоке, так и на его набережной. Тут есть музыканты, но их очень мало. Но все равно они так душевно поют. Позови меня тихо по имени, ключевой водой, напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное. Снова сутка. Классная набережная, совершенно мраморная, с такими памятниками девушки, ждущие кого-то. Еще одна девушка. Попробую положить. Рюкзачок? Да. Может, вы лучше в руке понесете? Да я так не люблю в руках что-то таскать. Ну, на спине понесете рюкзак? Нет, тогда лучше в руке. Не любите, но лучше так сделайте. Хорошо, спасибо. Я купил плова, классного. Путь. 300 рублей. Ничего. Теперь направляемся на местный рынок. Смотреть, что там, почем. Десяток езд, сложно. Спасибо. Рынок дорогой, потому что магазин просто у нас там все дешевле. Сливы здесь 100 рублей, у нас 70. Помидоры дорогие 100-150 рублей. Персики вообще по 200. То есть, ну, такая вот. Гурзу в город не дешевый, я скажу. Везде шашелк 150 рублей, в береговом он стоит 140, а в Гурзуке 250. Ну, вот этот, ребят, все дешево. Спасибо. Спасибо. Скользко. Мужик просто меня почти спас. Будьте аккуратны, скользкие ступеньки везде. У меня в одной руке полов, в другой телефон. Я не сужу рюкзак, чтобы не разбить яйца. Конечно, было стремно. Я тут все накупил и все. Расхерачил бы поспать. Волнительный момент. Сейчас мы ходили по набережной с нашим другом Максом, который к нам приехал в гости. Лицо будешь или ноги? Ну, лицо. Дима. Что дальше? Высаживайтесь, пожалуйста. Все, я делаю омолаживающую процедуру. Смотрите. Одна камера здесь, вы знаете. Поехали. Здесь сердце с надровой. Полностью с волосами, да? А сейчас вам сделаю. Ах, чтобы убрать ваши волосы, чтобы волосы уже почистить. О, побежать. Кстати, очень помогает... Что? Орень очищается, разглаживает мелкие морщи. То, что надо. Еще я омолаживающей герметрике даю. Да, зажимаем, но все нормально. Вот сюда сейчас будут рыбы грызть. Вы уже чистите, дорогая, еще кожа. И кожа нежнее становится. А, вот он. Прикрутите эти маленькие штучки, а широкие над зубами. Нормально? Руки сложите как жопарта и плечами отбирайте сюда. Главное, чихание не задерживайте. Какой кошмар. Смечи, которую проглотите. Дима, тебе вина налить в трубку. Расслабьтесь, вы никого не слушаете. Расслабьтесь, получайте довольствие. Сейчас мы придумаем. Кого-то нет. Что-то бы не придумывали. Вообще как-то жутко смотрят. Они не обладают там полухожей? Я говорю сейчас зубы сгрызу. Не больно? Да нет. Все нормально, малыш? Да. Ты живой там? Там даже можно уснуть так приятно. Расслабляй. Это что такое? Ребенок пришел. Ребят, я 10 минут был. Меня ели рыбы. Неозабываемые ощущения. Очень, кстати, рыба-доктор называется. Вера, а ты меня снимешь? Да. Следующим идет наш друг Макс. Посмотрите, по моим стопам. Лицо реально обновилось. Всем советую. Как рыбка называется? Гороруха. 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 Рыбы-доктор. Это пипец. Они уже сгрутились. Ручки сложите, как за партой. Вот сюда. И с речами опирается. Это же сикотно, да? Да нет, нормально. Я сейчас делал хорошо. Ну, так обновляется все. Лицо круче, да? Лицо круче, да? Реально. Эффект на лицо понятное. У вас очищаются воли, отглаживают мелкие морщинки, кожа подтянутая, глазная, не знаю. В общем, у детей там у нас шутер, метрикантов, куриня. Мы тут собрали долг. Мы тут собрали долг. Гранаты растут, да? Да, прямо вот над тобой идешь, над тобой дерево с гранатами, с белыми. Вообще. Гранаты. Вообще опасно висят. Такое по голове-то даст. Они же тяжелые. Санте себе они ручку. Желые, да. Сегодня 15 сентября. Мы в 3-й день в Курсуфе. Все классно. Пляжи полные. Это первый раз мы на том. Кто говорит, что в Крыму нет народа? Это все брикня. Смотрите, нету наружу и слабо обратно насчет запитости пляжей. Смотрите, вот это пляжи санатория, которые занимают центральную часть Гурсуфа. Они почти пустые. Почему такая забитость на пляжи бесплатных? То есть просто туда все щемятся со всего городка. Получается, они все забиты. Но если бы эта санатория была свободна в плане доступа, то тогда бы, я думаю, что все бы распределились и народа было бы не так много. Потому что все-таки народ схлынул немного с Крыма. Многие уезжают. Много уже освобождается мест. В Бурсуфе можно без проблем снять даже за 800, а не за 1000. Смотрите на заднем плане санаторный пляж. Вообще большие условия. Видите? Куча свободных крючков. Доход только по санаторным книжкам. Единственное, что здесь очень напрягает, это постоянные мотоциклисты и машины, которые катаются сюда-сюда. Мотоциклистов очень много. Нет столько мотоциклистов ни Актыбели, ни Актыбели, их вообще нет. Да, там просто прогулочная набережная, где нельзя ездить, ни машины, ни мотоциклы. А здесь они, вот они, кругом, видите? Смотрите, вот еще один поехал. Это постоянно, это напрягает. А у Гурсуфа здесь есть расписание. 950 рублей до Ялты, в одну сторону на 2 взрослых один детский, то есть туда-обратно получается 1900. А у вас где много рублей мелочи? Детский это 6 лет. Ну, смотрите, на машине... Дети до 6 лет, нулевой билет. А, ну да. Но на машине ехать на 15 миллисетий такая. Прокат катамарана, я так понял, катамаран это на двоих получается 1000 рублей час. Прокат каяка 1 час 500 рублей, вода и водный мотоцикл 1000 рублей. Банан стоит аттракцион 400 рублей, шайба 400 рублей. Прогулка на катере 2300 минут, 4001 человек. Ну вот, такие цены. Детский это на декабря, Горжу. Мы здесь уже пятый день. Немножко похолодало. У нас купание. Папа с Дианой купанием. Хорошая погода. Комфортная, не жарко, не холодно. Ходим все равно в полку. Шортах нам. Шортах, да. В платьях. Вообще осень в Крыму вполне себе. Диана покупалась. А что она сказала? Дурацкий папа затащил меня в Дурацкое море. В Дурацкое море, Дурацкий папа. Затащил, оставил. Мы сейчас вышли из жилья, которого снимаем. Идем окольными тропами в Горжуфский парк. И туда, в принципе, вход платный, но мы туда пройдем бесплатно. Здесь несколько входов бесплатных в парк, но они все с другой стороны. В принципе, их достаточно легко найти. Смотрите, какая импровизированная яма для машины, чтобы ее починить. Можно поменять масло, перебрать двигатель. Только очень большая проблема с капотом, видите? То есть надо сесть на перила. Но как копаться в капоте? И вот мы вошли бесплатно в парк. Смотрите, какие котята. Ой. Ну, они тут постоянно. Какие классные дома. Здесь все сдается. Это номера. Видите? Какие шикарные балконы. И вот здесь сохранился памятник дедушке Ленину. На фоне красивейшего здания. Наверняка здесь Владимир Ильич отдыхал, раз ему поставили этот памятник. Ну, я считаю, что сносить памятник Ленину нельзя. Это уже не культ. Это уже история. Не хочешь сфоткаться у Ленина на коленях? Много красивых, достойных объектов. Ну, ладно. Пойдем. Кушать хочешь? А что? Ну, скажи словарь. У Ленина? Пойдем. Пойдем. Залезай. Сфоткаешь? Нет. 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 А вот там внизу растет что-то непонятное. То ли личи, то ли мандарины. Что-то оранжевое. Какие-то плоды уже созрели. И вон среди пальм тоже растет. Она практически с меня ростом. Метра восемьдесят. Вообще огромные-огромные листья. Совершенно. Вот рука. Вот лист. Здесь в парке повсюду памятники Пушкину. На заднем плане у меня Пушкин. Посмотрите. А почему? Потому что он был в ссылке в Гурзуфе. Вообще неплохое времяприлождение. Ссылка в Гурзуфе. Мы за это деньги платим. Тысячи рублей за сутки. А людей ссылают. Может быть тоже встать поэтом, чтобы меня сослали в Гурзуф. Тут море, солнце. Хорошо. Можно писать стихи. Сколько хочешь. Все-таки Россию при царях ругают, конечно. То не так, все не так. Но поэтому ссылали в Гурзуф на юга. Видите? Здесь писали стихи. Здесь очень красиво. Здесь парк, пляж, горы. Отличное место для ссылки. Здесь у Пушкина родилась мысль о поэме Патич-Старайских фонтанах. И имя Онегин. Это настолько прекрасное место. Это поэтическое. Вспоминая о Крыме, Пушкин говорил, там колыбели моего Онегина. Так что, можно сказать, отправив ссылку Пушкина, царь сделал ему огромную услугу. Он здесь придумал две поэмы. Если даже не придумал, а скорее у него возникли мысли о поэмах. Потому что здесь действительно очень красиво. Я думаю, что здесь раньше была более дикая природа. И вообще красота была неимоверная. Видите, какой красивый, плод. Я не знаю, что это. Но он потрясающе высох. И он с такими вот фактурой. И так блестит, такого цвета, как будто бы сделан из меди. Заодно и ногти показала. Да. Ну и как же без кошаков, да? В Грузовском парке. Кто-то наслаждается жизнью, да? И вот мы приближаемся к платному входу. Можно выйти и спросить, сколько будет вход стоить. Как считаешь? Или неудобно? Да, неудобно. Ну я не еблюсь. Да, некрасиво. Мы находимся в столовке по-домашнему. Называется таверна. Сколько нам обошлось? Таверна. 320. Супчик. 65. Дранити. Нет. Туре сколько? Не знаю. Это 105. Татлетка. Короче, все вместе. 320. Вот такие цены. У нас все основные средства находятся на карте Сбера. Деньги. И мы все время стремались. И думали, что же делать? Как же здесь снять наличные? Старались по дороге к Крыму снять наличные. И мы для себя открыли здесь хороший банк. Можно ставить карточку Сбера. И снять 9500. И комиссия будет 150 рублей. Так что очень удобно. Всем советуем пользоваться Генбанком. Потому что все остальные банки достаточно дорогие. Можно потрогать фонтан? Можно. Иди потрогать. Можно. Возьми. 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 Не трогай. Возьми. Возьми. Давай. Возьми. Да, наон он закачался. Это местный дом культуры. И вот. Пробуем сюда сейчас войти. Посмотрите. Возьми. Представляете мы зашли в местный дом культуры. И там обучают балету девочек. Кошек в Гурзуфе очень-очень много. Стоит пошуршать пакетикам, а они здесь. Мы все удивлялись, почему сейчас много заброшенных стройк и ничего не строится. И тут недавно узнали, что оказывается в туристический сезон здесь запрещено строить. И это очень правильно. Чтобы не мешать туристам, отдыхающим. Руководитель Крыма запретил всякую стройку. То есть сейчас в октябре начнется у всех стройка. Вон уже я вижу заготовочки свежие. Вот еще куча домов. Как тебе Гурзуф? Человек, который живет на равнине, конечно, очень интересно погулять по таким булочкам, которые вверх-вниз. Куча лесивых. Необычно. Красиво. Но нет, прекрасиво. Есть, где, конечно, грязненько. Кто-то, кто-то отошли. Грязненько. Грязненько. За 100 рублей. С метлой. Грязненько. Покажи поближе. Переверни. Тебе нравится? Да. Ой, страшно. Такой вот домик красивый здесь. От этого домика открывается красивейший вид. Отсюда прям видно все пляжи Гурзуфа, смотри. Мне кажется, здесь деревья запрещено рубить под страхом штрафа какого-то. Смотрите, как выросли дерево в камень. Да. Ну это уже что за такое? Какое-то соединение камня, дерева и дома. И тут везде, да? Коты тут даже находятся везде. Я думаю, что можно куда угодно поднять голову, и будет кот. Да, и видишь кота. Или опустить голову, или правую. Или еще обувь. И тут же вот поднимаешь голову, и такие холодные. На скале. Вообще. Номерное, естественно. Здесь дорогое, а тут же дешевое. Да. Тут ставка такой правой. Классные лучки Гурзуфы, много что сдается, но тем, кто на машине здесь, конечно, вообще не подходит. Особенно с чемоданами. Либо вам где-то кидать придется машину далеко. Но с машины тут нереально. Только если вы прилетели на самолете, на поездке. Мы искупались. Классно. Вода немножко прохладная, но народу на пляже очень много. Видите, на расстоянии полметра друг от друга. Какой-то чувак сзади нас принес ноутбук. Ноутбук, аккумулятор, колонки и смотрит фильм. Он, по-моему, следит за вот этими, продает. А, лежаки, да? Лежаки, да. А, ну да. Рядом никто не ляжет. Такой вот хороший продавец. А, ну да, не уйти с пляжа. Знаешь, он как бы на работе, типа. Смотреть на море надоело. Слушай, как у нас охранники сидят, там у себя в будках смотрят, там, фильмы все. Ну, практически то же самое. Чтобы наушники не взять было, непонятно. Они не слышны, кто просит лежак. В гуржухе было, если не побывал здесь, значит, гуржуха не знает. Вообще. Артек прям видно. Грус. Вот дикая будка вообще, да? Артек. Здесь можно сидеть и сидеть. Да, здесь и сидим иногда. Прихожу и сижу, и сижу с подружками. Семенница добрая нам показала вот это урочище слева. Эту гору спасибо ей большое. Смотрите, сзади нас портыник. Очень-очень все красиво. Подняться можно за полчаса. Здесь очень-очень тихо, только ветер завывает. А вот там вид на гуржух. Ну вот, подошел пятый, шестой уже здесь нашим пребыванием в гуржухе. Что, какие можно сделать выводы. Здесь красивые улочки. Город достаточно красивый. Пляж весь галечный. Заход тоже... Пляж весь галечный. Заход тоже... Завтра мы поезжаем в Ялту. У нас впечатления разные. Улочки тут, конечно, красивые. По городу погулять интересно. Очень-очень напрягают машины мотоциклисты. Здесь практически нет пешеходных зон в городе. Это очень тяжело, когда ты... Каждую минуту кто-то едет, дымит. В целом, у нас остались положительные впечатления от гуржуха. Приезжайте сюда. Сидяйте, ходите. Нам сказала местная жительница, что скоро будут реконструировать набережную. И, возможно, запретят в центре вот эти все передвижения на транспорте.